А что для вас источник вдохновения? А если в этот самый ответственный и важный момент под рукой не найдется ни музыки, ни литературы, ни искусства, тогда источник вдохновения становится человеком. И каким же должен быть этот человек? Наверное, самым родным и самым близким. И таким ведьмы для меня являются они родители. Как известно, родители не выбирают. Они, воспитывая нас с первых несмелых шажков, отправляют вас в русский мир и готовы следовать за нами дальше. Только чтобы уберечь от ошибок. Так почему же мы обижаем родителей? Наверное, потому что иногда нам кажется, что они не настолько красивы или не настолько молоды. Не то говорят или слишком много читают мораль. Мы обижаем тех, кого очень сильно любят. Боимся потерять, но в глубине души прячем это чувство. И как маленькие, сами себе в этом не признаемся. Мы не научились любить так, как любят нас. Слишком много любим себя и воспринимаем все как должное. В круговороте событий, в бешеном ритме жизни нам кажется, что родители будут с нами вечно. К сожалению, это не так. Однажды мир остановится, все перестанет крутиться вокруг, и в этом уже некому будет милить. Не стесняйтесь проявлять нежность, говорить о своей любви родителям и своим детям. Ведь это последний, что следует откладывать на завтра. И в завершении своего монолога, я бы хотела обратиться к своим родителям, которые сегодня присутствуют в этом зале. Я готова отдавать все и даже немного больше, потому что благодарить вас за ваш вклад нужно бесконечно. И даже бесконечно здесь, не конечный мир. Потому что вы — мое все. Сорока Анастасия Фабультина. Здравствуйте, лучшая! Здравствуйте, лучшая! Здравствуйте, лучшая! Здравствуйте, лучшая! Здравствуйте, лучшая! Здравствуйте, лучшая! а а а а а а в Субтитры создавал DimaTorzok Молодец!